Дорогие коллеги, у нас имеется уже достаточное количество первого членов совета, и так мы можем начать наше обсуждание. Сегодня у нас в начале обсуждения Кряхова и Натальи Ивановны Увертны на тему «Особенность и динамики питания лесного и тракообразных раненых динамики». Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 использование этих двух объектов в качестве модели позволит выявить особенность динамик питания, характерная для действительных крутообразных, а также усовершенствовать методы и экономии. В целях данной работы было выявить основные закономерности и особенности питания на стадии крутообразных на ранней стадии развития. Для достижения данной цели поставлена следующая задача. Изучить роль ингредиентов питания в развитии сеглянской пересторонии, в ветке и корчанского права. Подобрать оптимальные карманы для сеглянных камчатского права. Установить причину сухоточного рациона на ранней стадии развития. Изучить продолжительность переваривания формы у камчатского права в гигантской пересноводной клетке. А также исследовать динамик питания пищи и проследствующие процессы для обоих веков. В качестве научной навесы можно отметить, что установлена речина среднесуточного рациона для молоти камчатского права в первых трех стадиях. Также впервые определена продолжительность переваривания пищи у личинок и молоти камчатского права и гигантской пересноводной клетке. Впервые изучены динамик сухоточных рационов личинок и молоти камчатского права в межмолочный период. А также выявлены основные заголовенности потребления формы 10-м веков на ранних стадиях. И определены факторы их обслабливающих. Практическое значение определено оптимальной формы для ранних стадий камчатского права при культивировании видов искусственных условий. Также по результатам работы разработаны рекомендации по укормлению личинок и молоти камчатского права и гигантской пересноводной клетки. Данная рекомендация продвижена при искусственном воспроизводстве камчатского права на бассейновых комплексах по удалению землицем в Муронской области и морской биологической станции Запад в Сыду для логов и моря приморождающей. Кроме того, может заработать общий блоков кормления диссертационных препаратов на ранних стадиях на основе полученных данных по динамике потребления формы, которые могут быть использованы при разработке стратегии кормления. На основе материала диссертационные работы публикованы 20 работ, основные которых представлены в актере Феррес. Положение относительно защиты, динамика питания камчатского права и гигантской пересноводной клетки в ранних стадиях включает себя как поступательные, плавные изменения рационных периодов между ними, так и ступенчатые, прекращение питания во времени, цитокровенное питание и развитие за счет накопленных ресурсов, а также изменение питания при переходе на новую стадию жизненного цикла. Обеспечение лечения камчатского храба суточного циона с аналитической ценностью для заявления первых четырех стадий 036, 056, 058, 075 калорий на усы при двух-трех раз в частоте кормления позволяет достичь высокой выживаемости в условиях культивирования. На достижении поставленной цели проведены следующие эксперименты. Изучение низотропных питания, подбор оптимального форма, изучение пищевой активности на ранних стадиях, продолжение сопереваривания форм, а также изучение динамики питания и ее связи с виничным процессом. Кроме того, проведена апробация в условиях бассейновых комплексов. Объем использованного материала составил 4900, 54 усилия для экспериментальных работ и для апробации более двух-треховыми. Проведены два типа экспериментов, индивидуальные и групповые, а также апробации полученных результатов. В ходе работы использовали емкость, размещенный термостатирующий контейнер, поддерживающий температуру на необходимую минуту. Объем емкости варьировал в зависимости от типа работы. Для индивидуальных экспериментов 0,1 метр, для крупных 1 метр. Апробация производилась в бассейнах объемом 400 метров. Экспериментальные работы проводились в период 2005-2013 год в варианных аппаратуре логикультуры с водонавшими геронами, установку на цикл обоснованиях, а также работа бассейновых комплексов. Материалы для экспериментальных работ послужили личники молодого хорбина, камчатского кранкера, параллитерного скамчатского хорбина и лекарского кислого дыбина. Эти два виды схожим образом жизни, для построения питания, для дальнейших плантовых личинок и типов питания. Однако между ними существует много различий. Помимо количества и продолжительности личиночных стадий, в наличии послечиночных периодов, размеров тела, наркологии и других параметров, исследуемые виды отличаются отношения к условиям среды обитания. Исследовательские работы по изучению кислотрухного питания проведены на обоих исследовательных видах и представляли собой индивидуальные эксперименты. По УЗАК-1 гигантской блесноводой креветки в области Голубубудина располагается большое количество желтка, которое фамилия Русского развития уменьшается. Окончательно грана лужинка исчезает в начале стадии ЗАИ-3. Результаты свидетельствуют, что на стадии ЗАИ-1 чеки питаются исключительно десотражем. Исотрофное питание на стадии ЗАИ-2 совмещается с панутом тропным питанием. Для изучения стадии ЗАИ-2 на креветки поставили эксперимент по группе, в которой уже получались время начала кормления. На первые сутки, на первые группы, на вторые, вторая и на четвертые сутки. В окончании эксперимента максимальная выживаемость отмечена в первой группе. Она составила 100%. Увеличение задержки начала кормления привело к свежению выживаемости. По имени выживаемости, задержка вынесения корма сказывалась на развитии особей и их размеров. В группе, где кормление существовало с первых суток, особей успели пройти на большее количество линии, тогда как задержка кормления существенно тормозила развитие личинок креветки. Та же тенденция наблюдалась при изучении размеров. Наибольшая длина карапаты, отмечена в личинках с кормлением на первые сутки. В остальных сутках, в остальных группах наблюдалось уменьшение размеров особей с увеличением задержки кормления. Таким образом, несмотря на то, что запасы желука могут частично компенсировать личинками насадки корма. Для нормального развития им необходимо на стадии из-за этого приступить к самостоятельному питанию. Исследования личинокамчатского корма показали, что к моменту выхода из икры, гранулы желуковой личинка исчезают. Наибольшая длина карапаты, или меньшая продолжительная стадия, отмечена при кормлении на первые сутки. А по мере задержки кормления, как и уничтожен гигантских основных креветок, замедляется скорость роста и увеличивается в продолжительной стадии. Все это позволяет сделать вид, что у личинокамчатского корма стадов для питания отсутствует. А имеющиеся у них медовидические резервы в виде либидных капель позволяют им существовать бесконечно некоторое время, что является элементом адаптации к условиям сведения. Исследования по подбору оптимального корма для гигантской престорожной креветки подробно слышны в литературных источниках. Именно по этой причине мы не уделили внимания данному направлению. Подавляющее большинство работ оптимального корма для креветки названы аналогией артемии. Для молодей в качестве корма сводится в комплекармон и различные смеси кормок растительного и животного происхождения. Исследование по подбору оптимального корма для камчатского корма состояло из двух частей. Это изучение избирательности потребления кормок, а также тестирование различных видов кормок. Для исследования избирательности потребления кормок проведено три эксперимента с различными вариантами кормок. В результате тенос схватывались все предложенные кормок. Полученные данные говорят о том, что захват кормовой частицы уличинок камчатского корма не серективен и не зависит от энергетических ценностей кормок. Для подбора оптимального корма для камчатского корма привезла серия экспериментов с различными вариантами. Полученные результаты показали, что из всех рассмотренных вариантов кормок наиболее соответствующим потребностям к причинам являются наукриотенниками. Группы, которые кормили науки, отмечены самой высокой выживательностью. Именно их можно рекомендовать для кормления в искусственных условиях. В экспериментах на молнии для камчатского корма наиболее оптимальным вариантом оказались корма на основе беспозвоночника. Выживаемость использования этих кормок была наибольшей. На протяжении личиночного периода у камчатского корма наблюдается рост и несуточного рациона на каждой последующей стадии. Максимальное увеличение отмечено на второй личиночной стадии. Такая же деменция наблюдалась при изучении и укреплении пищи в молнии для камчатского корма. Пищевая активность в клеветке на ранее стадии развития широко рассмотрена в литературе. Динамик употребления пищи совпадает с нашими данными, полученными в камчатском корме. Это говорит о том, что тенденция увеличения суточного рациона свойственна представить в данном корме данного корма. При сравнении результата продолжительности переваривания пищи в плече для молнии гигантской пресноводной кирилетки отмечено, что переваривание главные группы занимает практически одинаковое время. Появление первых эксерментов отмечено в среднем через полчаса после захвата формы, а полное освобождение кишечника происходило с 52 часа. Исследованная продолжительность переваривания пищи в величине камчатского прага показала, что первые эксерменты появляются у них почти через 2-2,5 часа, а в процессе переваривания формы в целом занимает 5-6 часов. В ходе работы также отмечено, что у молнии продолжительность переваривания пищи значительно больше. Появление первых эксерментов зафиксировано через 2,5-3 часа после захвата формы, а полностью процесс пищеварения занял более суток. Такая разница, по-видимому, связана с изменением объема и структуры гипотопанка рисового молния. Помимо изучения продолжительности переваривания пищи в целом, рассмотрено влияние стадии леченочного цикла и типа формы. Работа проведена на леченках камчатского прага. Как в УЗР-1, так в УЗР-4 первые эксерменты появляются в среднем с 52 часа после захвата формы, потому что объясняется тем, что на протяжении леченочных периодов пищеварительный тракт в леченках развивается пропорционально размером особи. Кроме того, не обнаружены статистические представления различий между временем и применением первых эксерментов, используя никому в различном происхождении. В получении результате экспериментов данные показали, что продолжительность переваривания пищи зависит от нескольких факторов, таких как температура среди питания и стати антогенеза. Однако остается вам подкрытый вопрос, как меняется величина суточного рациона на протяжении одной стадии развития? Какие факторы влияют пищевую активность? Для оценки применения линьки на пищевую активность в плечении гигантской пресноватой креветки определены суточные рационы в течение 5 суток. За 2 суток до линки, за 1 сутки до линки, в день линки и также за то последующий после 3 дня. Как видно на данном диаграмме, в день линки происходит незначительное снижение величины рациона. Однако, так как скорость прохождения процессов в организме не позволяет более детально рассмотреть влияние линки на уровень пищевую активность особи, основные исследования зависимости выполнены на личинках и молдиве ямчатского гранта. Материалы для исследований знаний суточного рациона послужили заметные и растаженные в индивидуальной емкости. Ежедневно в каждой емкость вносили партию науки и партийные из расчета 100 экземпляров на рост и просчитывали количествами пофребленных запрошенные сутки на уровень. На стадии за и 3 потребление корма в ходе самой линки оставалось постоянным. Снижение потребления корма заметно только в период линки, причем она составила около 25%. На первые сутки после линки на стадии за и 4 произошло увеличение рационной лечения, а максимальные увеличения наблюдались в первой половине и середине стадии. Употребление корма в течение всего этого периода оставалось стабильно высоким, постепенно снижаясь перед линки на стадию глухотой. В день линки на стадию глухотой потребление корма было минимальное. В начале первой стадии линки камчатского гранта, величина суточного рациона сравнительно невысока, причем отмеченные колебаниями незначительные. К моменту линки на вторую стадию, величина рациона заметно снижалась, достигая своего минимума впоследствии в день линки, а первый день после линки происходит резкое увеличение пищевой активности, причем это характерно и для последующих стадий. Максимальное значение суточный рацион достигает к середине стадии, а за несколько дней перед линкой опять происходит его снижение. Проведенные исследования и морфологии по кругу глухотой конечностей камчатского гранта показали, что самые длительные этапы цикла линки предлиночны. Как на стадии за и 4, так и на стадии за и 4 на их 2 доли приходилось 50-60% потокших глухотой стадии. Для этого периода характерны определенности старой структуры и формирование новых покровов и линкологических структур. Следует так заметить, что на стадии за и 4 происходит формирование линкологических структур, характерных для глухотой. Глухотой не питается, а по полу ее от других предактов упрощена, в частности максилузы решены ночью щетинок, которые присутствуют в розове от 3 и 4. Несмотря на происходящего во время плединочного периода процесса, поле заставив кутикулу, формирование новых пищевая активность у спины не снижается. Анализируя полученные нам и другими авторометантами питания на стену микрократазных хранения линкогенезии, можно выделить несколько характерных особенностей. Лицитографное питание представляет собой механизм адаптации к условиям средиобитания, необходимой в хранении линкогенезии, как на самом уязвимом этапе жизненного цикла. Динамика питания у всех многих органов формируется под влиянием нескольких факторов. Температура средиобитания определяет скорость жизненных процессов, в том числе и варенную пищу. Кроме того, на динамику питания воздействует изменение строения организма по мере развития особи, что напрямую связано с процессами линкогенезии. Порим пищевой активности зависит от стадии линкогенезии. В свой максимум достигает 5 столетий в середине стадии. В мере приближения к моменту линкогенезии пищевая активность снижается. Таким образом, динамика прикрепления корма и стенок и каркабаза включает в себя элементы как поступательные планы изменения операционных в период между линками, так и степень, что прекращение питания линкогенезии и резкое восстановление пищевого активности в районе линкогенезии после линкогенезии. Разрешите не зачитывать выводы, поскольку они приведены в автое регенерации и различных материалов, зачитая только практические рекомендации. На основе полночных данных сработаны следующие практические рекомендации. Кормление личинок хорчатского праздника и гранцузской преснабженной креветки необходимо начинать на первые сутки после линкогенезии. Личины креветки в первую партию корма следует носить до появления заряда 2. К концу стадии заряда 2 количество вносимого хорма должно быть увеличено при компенсации респотопного питания. Количество вносимого хорма для личинок должно увеличиваться после прехода основной массой оси и на следующую стадию. Для личинок Камчатского праздника количество вносимого хорма может быть смерт fighterQ рациона на следующую стадию. Внесение корма для ранней стадии Камчатского права необходимо осуществлять, для леченых два-три раза в сутки, для молодежи один раз в сутки. При кормлении леченых гекарственных листоводных клеветок необходимо использовать более дробные кормления, позволяющие постоянно поддерживать в простых емкостях максимальную концентрацию пищевых объектов. Количество вносимых корма также необходимо увеличить в соответствии с целью и величиной рациона объекта. На стадии Камчатского права рекомендуется постепенно снижать количество относительных кормов из отдельного дня до перехода на стадию долгого корма. Кормление вносами необходимо продолжать долгого окончания веньки в новости. Для более экономичного использования кормов, а также снижения уровня генеболизма, необходимо максимально синхронизировать развитие возрастных кормов. У меня два простых вопроса. Я бы замечал, что у нас в разделе структуры диссертации написано, что работа состоит в заведении, печи глав, а у вас, третья врача, у вас три дела. Это первый вопрос. Второй вопрос. Не кажется ли вам, что вы очень акцентировали в четвертом выводе, акцентировали внимание на рядовой специфичности, особенности. Краба и его привет. Получается, что у краба медленнее созревается. Приваривание в шесть раз, чем привет. Зачем мы вроде ему нужно, это такое медленнее приваривание? Мы не указали температуру, которую вы распознаете. Вы сейчас проводили эксперименты. А у краба и клиента, при вашем наблюдении, проведены при температурах, различных на 20 градусов. А вот существует такое правило, что скорость химических реакций при повышении температуры на каждые 10 градусов увеличивается в 2-4 раза. То есть вы делите в 2 раза вашу разницу и получите примерно одно и то же. В смысле активности эксперимента. Другое дело. Дмитрий Владимирович, это вопрос? Да, вопрос. Да, вопрос. Да, вопрос. Да, вопрос. Да, вопрос. Да, вопрос. Мы не смотрели. В основном, нужно было понять, какова цифра. Нам нужно было узнать, какая разница. То есть при изучении динамики питания, то есть хотелось посмотреть некоторые закономерности, как меняется у одних видов один аспект питания, и как он писан на других видов, и от чего это зависит? Так, пожалуйста. Вы называете так? Горбинский бюро. У меня такой вопрос, может быть методический. А как вы определяли вот этот процесс эффективности? Вы подсчитывали, вот как работали статами, пробованные процессы, вы подсчитывали все причины, и потом сколько вы выжили, или же какие-то методы другие? Мы смотрели количество особей, которые осталось в окончании экспериментов, то есть в другом, в другом, в другом, подсчитывали количество, на каждой сутке посмотрели количество у нас проводивших особей, и на окончании экспериментов мы смотрели выживательность. Но это тоже самое было сделано. У нас все будет. У вас там... У вас там... В таком, в таком, в таком, в таком, в таком, в таком, в таком... А, да, да, что-то так? Вот тут, смотри, эксперименты 5 и 6, лечебки глианомидные и тасокальмара дают двух экспериментов, ну, почти, более чем двукратная разница. Тогда как пенликармал либо дают одинаковое, 11-13, это практически одинаково, какова вот достоверность этих, почему это произошло? Дело в том, что продолжительный эксперимент был раз. Вот эксперимент 6, он продолжался более долгий срок. Поэтому расхождение между различными вариантами началось не более ярко. Просто вот это, где-то полу-казетка. Пожалуйста. Сколько вы выращивали сейчас в основном? Ну, по-моему, более 200 тысяч. Больше 200 тысяч. И в чем она взяла ваше предложение? Там, ну, 200 тысяч, но выращивали кормят, 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 кормят. По поводу гигантской плеснодорной кирекции мы смотрели… То есть это достаточно изученный объект. Мы поэтому не проводили сферен по подбору кормов, поскольку все это давно известно. Однако по скорости переваленной формы и по изучению динамики, динамики височного рациона, вот таких работающих мало. И поэтому мы их привезли. И второй вопрос к этому может быть. Вот вы предлагаете, я не знаю, немножко прослушиваю пациенту, два-три раза в день как-то, а если кормят кормы наук и артемии, то есть как носить наук и артемии два раза в день, или лучше поддерживать постоянную концентрацию, потому что они же не избиратели пытаются участвовать. У двух-трех раз в кормлении было предложено причиной кормов, а при кормлении нужно кормление более часто. И действительно поддерживать концентрацию пищевых объектов в кормлении постоянно. Пожалуйста, еще вопросы. Значит, пятый опыт у вас менее предложительный, значит, если будет? Да. Так, правильно? А, тогда я не понимаю, значит, есть ли их, ну, допустим, пятую неделю, а шестую, извините? Ну, не знаю, сколько у вас там? Там лишь где-то месяц или, по-моему, нет. Ну, не важно. Значит, пятый опыт – месяц, шестой – два. Значит, через месяц у вас остается 13% живых, так? А через два месяца эти живые, значит, сохранились еще столько же мертвых у вас креста. Ну, это было бы так, если бы вы в один из экспериментов? Скоро? А это два разных эксперимента? А второй раз? Но, по результатам у вас получается, что при более длительном эксперименте выживаемость увеличивается в два раза. Это билет, это он не может быть. В принципе. То есть, единственное, что у нас это, как раз в разданность, что они тебе на смеси не наставили. На самом деле, экспериментов с молотью у нас было гораздо больше. И, куда могу сказать, что действительно то, что мы используем карманная смолопись-позвоночника, они в большинстве случаев были там по-разному наибольшую желаемость. А в данном случае, могли быть расхождения в результате того, что разный был посадочный материал. То есть, это не Освий получил, а Татуса, а, по-моему, даже за разные годы. Ну, Татуса будет так умножить и описать. Как-то это будет так, если ты как-то. Ну, это уже, как извинения. Спасибо. Что еще хочешь? А вот. 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 В Университете, в университете, наверное, в 21-м году. Вот этот вот революционный, этот вот результат, он индивидуал. А в 90-х лет, и, кажется, взаимодействовать некий специалистический на наблюдения, скажем, революционный, сколько особей и не зависит, что это создание революционного революционного. Значит, данные изменения структуры получены следующим образом. Мы отбирали личные третьи стадии в течение каждой сутки группы и одну из. И при разводе групп смотрели изменения структуры у всех выбранных структур. И основные, да, то, что основная группа совпадала, был правильный структур. Продолжение следует... Пожалуйста. Продолжение следует... У вас положение относительной защиты? Выбор, где подтверждение, что прекращение питания награды? Если ваш персонал будет забирать 4, 5 и 6, то, что по прекращению снижения рациона и прекращению... Вы сами пишите. Что гигантское трилетно отмечено изначально для снижения тени. По праву... Тут мы можем... Да, есть. Ну, например, я имею в виду за 3 и 4. В общем, нет прекращения питания. Я поняла ваш вопрос. Дело в том, что прекращение питания исходило только на момент. А в данном слайде представлены, подсчитывая суточный рацион за сутки. Линк происходит в течение достаточно короткого времени. Поэтому, если мы смотрим, поделяем суточный рацион в данный день, то есть снижение. Но прекращение только в момент снижения. Еще одно. Я так, для дополнительного вопроса. Вы знаете, вы говорите, что суточная рацион – это пищевая активность. Но пищевая активность – это политическое рацион. Даже как не остудили. Ваши печенья не едят постоянно. В зависимости от скорости переваривания пищи, в момент наступает 2, как бы я советую, 2-3 раза формы добавлять, 2-3 раза пить пищевой активности. Пить именно. Вот. Поэтому, при чем тут Линка? Что в момент Линке прекращает питание. Он, например, в любые другие сутки тоже не питается постоянно. У нее тоже есть моменты прекращения питания. Но, в принципе, в момент прекращения питания есть, но они не такие значительные. Поздравляю. А можно задать вопрос? А можно повторить вопрос? Я говорю, что в любом случае, в любом случае, в любом случае, в пищевое повреждение в течение суток изменилось. Когда мы питаем течение суток, вы имеете в виду, вызывает покой относительно когда он на весах. И есть моменты пищевой активности, когда он проголодавствует и начинает питаться. И вы, видимо, это тоже знаете, то, что вы ему присоветуете добавлять форму 2-3 раза в сутки. А у вас стоит вызывать в нем 3-2-3 часа. Вот так вот, скажем, переваривание, значит, вы учитываете, например, в лечении метроглодажного, когда они у них начинаются пищевые активы. Я и понимаю, что при чем эти течки, многие активные медианальные питательцы, а на любые другие сутки тоже периодически, они питаются и не могут иметь это питаться. Двух-митропразовое кормление у нас рекомендуют не потому, что у них есть два пика, а потому что это такой оптимальный технологический прием, чтобы поддерживать необходимую концентрацию в оптимальном размере. Прекращение питания во времени, не все, что происходит во времени, во времени и кормоменту. Чем ближе к пинке, тем более активность, он снижается. Если посмотреть на данный слайд, на второй стадии молодых у них происходят со 16 по 20-й деньг. В день эксперимента, они происходят снижение рациона. То есть у них есть, да, несомненно, есть у них прекращение снижение и прекращение пищевых активностей в течение дня сухой стадии, но оно не такое заметное. И если посмотреть на слайд, там стандартное формение показывает какие-то индивидуальные особенности. Как кто-то находится на пике, кто-то и у кого-то происходит снижение. Но масса, так как достаточно развития и происходит синхронов, то по мере приближения к пищевой активности снижается снижается. Какие-то обычные основные. Если мы активны, то есть у них нет слов, то это не будет. Раз, что у них есть достаточно рационка, то есть у нас, а она вынижается в памяти приближных кинок. У меня вопрос, что в продолжении вопроса перед слов относительно скорости переваживания. Мы не сравнили такую параметру, мы не сравнивали, мы не сравнивали. И потом второй вопрос, вы не задумывались, может, мыслить о верхней руководстве, потому что температурный факт. Мы сами на так, мы сами на так, мы сами на так, мы сами на так, мы сами на так. Спасибо. Еще раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Уважаемый председатель, уважаемые члены дистанционного совета, уважаемые коллеги. Позвольте мне сказать несколько слов о Наталье Владимировне, как переваживающей лаборатории, в которой Наталья работает с 2005 года. Еще в 2004 году в магистратуре Института дружбы народов Наталья определила свой огромный интерес к рагообразным. Ее дипломная работа была связана со гигантской признаводной креветкой. И проявление от Натальи научный интерес и добросовестность при подготовке дипломной работы определили ее направление во будущее. Определили тот момент, в котором созданная новая лаборатория просто нуждалась в кадре, которые не только понимают это тракообразно и работали в этом направлении, но и понимают это как в реальные условия. Содержание, искусственное воспроизводство, выращивание. Вот таким человеком явилась и Наталья, когда в 2005 году мы предложили ей поступить в нашу лабораторию. Лаборатория создана в 2002 году, больше их вас знает, и практически мы и нуждались в таких специалистах. Основы кормления камчатского краба и гигантской признаводной креветки уже были поставлены. То есть здесь были экспериментальные работы, которые закончились с диссертацией Антой Фильбан и с моей работы. Но нет предела совершенства при создании технологии в артокультуре. Поэтому было потребно углубить эти знания, развить те моменты, которые в прежней работе, хотя и диссертационные, не были затронуты. Поэтому как основная задача Натальи Владимировны была поставлена решить слабые моменты, которые до того не были решены, касающиеся линочной процессии. Просто кто работает с ракообразной, хорошо знает, что значит линка для ракообразных. Там меняется абсолютно все, морфология, физиология, прекращается питание. Потому что если со священочного, то взрослого состояния. И мы эти процессы наблюдали, включаясь участие Натальи и молодые при год приращивании, и взрослого краба условного размера. Так что этот момент не только слабо изучен, но он не очень-очень важен. Так что, я думаю, те работы, которые она успела выполнить за этот период, дополнили работы в направлении усовершенствования и воспроизводства и мультивирования ракообразных. В частности, это два, хотя и противоположные, но типичные виды для ряда гигабона. Экспериментальная работа со священок. Кто работал со сетями, миллиметровые объекты, прекрасно знает, что это значит. Какой кропотливой, я бы сказала, ювелирная работа представляет с такими малейшими объектами. При том, что здесь делались бесконечно много повторностей, индивидуальные эксперименты, групповые эксперименты. Наталья часами сидела за микроскопом и работала со сетями малюсенькими биологическими объектами. И вот именно не каждый исследователь может с этим заниматься, а нужна кропотливость, трудолюбие. Нужна ювелирность вот этой работы, аккуратность вот этой работы. Она успела провести все эти действия экспериментальные и достичь до такой финальной завершения с 2005 года до настоящего момента периода. В последние несколько лет, имея в виду проявленные Натальей Владимировны качества, я поняла, что можно доверять работу, поставку экспериментов на наши экспериментальные базы. А именно в горячей точке, которую могу назвать Дальние Зеленцы и Приморье, Японское море. При том, что жизненная дикла Камчатского краба, к сожалению, включает самые сложные условия, зимние месяцы. Все, которые могли бы улыбать в этот северный регион, знают, что значит в полярной ночи работать на базе Дальние Зеленцы. При том, что эта крупкая девушка успевала ставить эксперименты, отчитывать их, анализировать, представлять материалы уже в законченном виде. Кроме всего остального, она является прекрасным дизайнером. Я могу открыто сказать, что все это она может подать очень-очень красиво. Не секрет, что лаборатория знает, что на этой презентации был другой вариант, который была включена прекрасной анимацией. Но когда мы репетировали все это, решили, что анимация продлевает на 10 минут представлений. Поэтому ограничились без ее дизайнерских способностей, которые она не однократно показывает. И что могу сказать? Это действительно прекрасный сотрудник, прекрасный, красивый, боевой полевик. Могу так смело сказать, потому что я знаю, что могу рассчитывать на Наталью в будущее. Какого конца России безграничной не отправила, она доведет все работы до своего окончательного завершения. Мы считаем, что она уже профессионал, она уже высокопаркетизированная и мощная затронута. Спасибо. Спасибо. У нас есть дилемма. Или мы сейчас делаем такие-то перерывы, или просто оглашаем? Девочки, чего не трогают? Главное, что вы там с колодами, да? Внимательно будет призыв. Уважаемые коллеги, мне представляется, что мы еще и так долго сидим. Может, мы сделаем перерыв после оглашения? Конечно. Согласна. Согласна, да. Согласна. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, разрешите представить выпуску из протокола организации, где выполнялась работа, а работа выполнялась во МИО. Это заключение подписано сотрудником, в лаборатории моря и культуры ведущим сотрудником Росиславом Руслановичем Борисовым. И утверждено нашим директором Глубокосовым. Диссертация «Особенности динамики питания этих стеноких тракообразных в раннем онфогенезе» выполнена в лаборатории моря и культуры без позвоночных в области Российской научно-исследовательской институты. Учера Дружбы народов, специальницы за технике, удостоверение отдачи кандидатских датам в ИНО в 2014 году в Курферио. Научно-руководитель доктор биологических наук доведущего лабораторию моря и культуры по помощи Бухгера Коваченко Накалина Петровна. По итогу обсуждения принято следующее заключение. Инсерционная работа Кряхова Натальи Владимировны актуальна, имеет научное и практическое значение, интересная, достаточно нова для рыбохозяйственной науки, а также соответствует выбранной специальности. Подобные комплексные исследования проводятся впервые и имеют большое теоретическое и практическое значение. Работа представляет собой глубокое исследование, включающее анализ полученных данных, а также литературных сведений по данной тематике, большинство из которых является работами иностранных авторов. В работе обобщен и проанализировано материал, полученный в период с 2005 по 2013 года в условиях бассейновых комплексов Дальней Зеленцы, Мургинской области, Морской биологической станции Запад, Институт биологии моря имени Желмутского, Доневосточного отделения РАН, поселок Ангар, Залим-200, Японского моря, а также в условиях аквариальной миру при выращивании гигантской признавойной креветки и ковчатского краба. Дезерционная работа изложена на 122 страницах и состоит из введений, 5 глав, выводов, практических рекомендаций и списка литературы. Список литературы состоит из 189 источников, из них 130 на иностранных убегах. Все экспериментальные работы в реальные первые переговоры в комплексах, анализ и обработка результатов проведены автором лично под руководством научного руководителя, доктора биологических наук Ковачевой. Изучение морфологии ранних стадий Камчатского краба и гигантских признавойных креветки и реченичных процессов проведено с искателем при участии кандидата биологических наук Ряцислава Руслановича Борисова. Полученные результаты статистически обработаны с искателем и их достоверность не вызывает сажать. В качестве новизны работы можно отметить, что впервые проведено комплексное исследование динамики терапических процессов Камчатского краба и гигантских признавойной креветки. Получены данные о суточной пищевой активности в межреченческий период, а также о ее связи с личночными процессами. Изучено наличие лицидатурного питания гигантских признавой креветки и Камчатского краба. Резюмируем можно сказать, что представленная работа выполнена на актуальной теме, на высотном научном уровне, грамотно изложена и детально обсуждена. Выводы из экспериментальных работ достоверны, а рекомендации производства обоснованы. Текст написан в соответствии с требованиями БАР, а в переферации возражаются в межречении диссертации. Диссертация «Особенности динамики питания и тяну из кракообразных раненых генегий» Крахова Наталья Владимировна рекомендуется в защите на специализированном диссертонном совете Д307-004-01-3. На соискание ученых техники и динамики биологических наук подписается на 3-0-2-10 гидробиология. Заключение принято на 5-0-1 лаборатории моря и культуры безпозвоночных клуб НЕРО. Присутствовало на заседании 22 человека. Результаты голосования за 22 против НЕРО воздержало сновид. Протокол номер 11 от 29 августа 2013 года. Теперь разрешите познакомить вас с отзывом от ведущей организации. Отзыв от ведущей организации подписан процентом кафедры гидробиологии биологического факультета МДУ им. Ломоносова, по научной работе, доктор биологических наук Владимиром Викторовичем Гелезинским. Утвержден отзыв ведущей организации про ректором, начальником управления научной политики и организации научных исследований МДУ им. Ломоносова Владимиром Евгеньевичем Подольским. 19 ноября 2013 года. В настоящее время среди объектов аквакультуры увеличивается объем тепловодных и холодноводных ракообразов. Очевидно, что обеспечение клещей достаточно коричневой и с оптимальным качеством состава является необходимым условием для нормального роста и развития организма. При этом наиболее увезливыми являются начальные стадии антогенера. На сегодняшний день ведутся работы по изучению разных аспектов питания и десетиногих ракообразных. Однако большинство учебных исследований проведены на отдельных этапах жизненного цикла и практически не рассмотрены на нескольких этапах антогенера. В этой связи работа клещей бесспорно является актуальной и современной. Она подкерпена анализом литературных данных по изучению тематики, включая современное состояние изученности вопроса питания и десетиногих ракообразных. Для исследований выбраны два объекта Камчатских краба и десетиногих ракообразных. Рассматриваемые элементы питания позволяют достаточно иметь в лучшем представлении о динамике питания и десетиногих ракообразных. Автор впервые установлены величина суточного рациона молдей Камчатского краба первых трех данных. Определена продолжительность переваривания вещей, плечинок и молдей Камчатского краба и десетиногих ракообразных. Приведки изучена динамика суточных рационов плечинок и молдей Камчатского краба на различных этапах плеченочного цикла. В заключении выявлены основные дегономерности динамики питания и десетиногих ракообразных и определенные обуслаживающие их факторы. В диссертации нужно оказываться в двух страницах состоит из видений, пятиглаз, обзор литературы, а также выводов рекомендаций по режиму кормления и списка литературы. Список литературы включает 189 источников, в том числе 130 нахранных. Работа содержит 8 таблеток и 38 рисунков. В первой главе обзор литературы, изложенный в двух страницах, приведена краткая характеристика исследованных видов. Приведены данные об их природном кормовом спектре. Кроме того, используемые при культивировании этих видов, приведены имеющиеся данные о суточном рационаре гигантской пресноводной креветки. Кроме того, в диссертации есть информация о десетиногих ракообразных питаниях, его сути и наличии у различных видов литературы. В работе описано строение пищеварительной системы в десетиногих ракообразных, приведен принцип литературы, а также основные классификации личностного цикла. Глава 2. Материалы и методы исследований. Изложены на 29 страницах. В ней детально описаны материалы исследования, места и методов проведения экспериментальных работ. Объем исследования материала не вызывает сомнений и выгодил его достаточку сущности. Кроме того, приведен объем материала, использованный при апробации полученных рекомендаций. В работе также приведена подробная методика проведения каждой части экспериментальных работ. В целом, все материалы для работы были собраны с 2005 по 2012 годы в условиях Вахвариальной лаборатории моря и культуры Беспозаврочной группы 1, а также на базе был бассейновых комплексов Дальней Милиции, Мурсбургская область и МВС Запад, Приморье. В качестве отличительной особенности работы можно отметить тот факт, что большая часть методов проведена на отдельных особей, что позволяет нивелировать влияние каннибализма исследуемых объектов и учить индивидуальные особенности особей. Объем материала для проведения экстрементальных работ и апробации использованы методики постановки и проведения экспериментов достаточны для решения поставленной задачи. Глава переговора и результаты исследований включает 29 страниц. В этой главе приведены результаты экспериментов, представленные в виде танки из графиков и диаграмм. Кроме того, глава содержит высококачественные информативные рисунки и фотографии. Авторам показано наличие цитатротного питания у гигантской песноводной креветки и его отсутствие у камчатского краба. Приведены итоги тестирования разных видов кормов для величины каннибологи камчатского краба. Указаны величины их суточных рационов, характерные для всех изученных стадий данного вида. Кроме того, представлены данные о продолжительности переваривания пищи у камчатского краба и гигантской песноводной креветки, а также представлены их сравнения у леченочных и университеттазий. Детально описана динамика пищевая активность для лечения креветки и камчатского краба. Определены изменения суточных рационов в зависимости от леченочного периода. Глава 4. Обсуждение результатов. Изложено на 17 страницах. Детально включает сопоставление полученных авторов данных о динамике питания камчатского краба и гигантской песноводной креветки с литературными изложниками, описывающими сходные элементы питания и других видов. В результате выявлены основные закономерности по каждому из рассмотренных элементов. Выявлены оптимальные формы для лечения креветки и камчатского краба. Автором проанализирована роль лецитотропного питания в жизненном цикле вестиногих ракообразных. Описаны основные закономерности пищевой активности, записывающиеся от периода динамичного цикла. Глава 5. Анализ общей закономерности динамики питания вестиногих ракообразных. Изложенный на трех страницах дней, автор обобщает полученные данные и обосновывает, что динамика питания вестиногих ракообразных включает в себя элементно поступательные, как плавное изменение рациона в межреченочный период и ступенчатые, прекращение питания между литками, резкое восстановление пищевой активности после литературного питания. Научная значимость заключается в том, что детально описана динамика состава и объема рациона плантонов и вентосно-земининной стали. Развитие двух видов вестиногих ракообразных как в течение суток, так и в потенку динена. Ассоциализованы взаимосвязи эти изменения как с амбиотическими факторами, так и с процессами роста и развития особей. Полученные результаты проявляют как для естественной среды обитания вестиногих ракообразных, так и для содержания особей в искусственных условиях. Практическая значимость работы создает в том, что авторам разработаны рекомендации по режиму кормления камчатского краба и гигантской песноводной креветки на родных стадиях в искусственных условиях. Кроме того, авторам проведена апробация полученных результатов и рекомендаций в искусственных условиях, обеспечивающих высокое выживание культивируемых объектов, а также позволяющие более экономично регулировать расход кормовых средств. Дальнейшие использованные результаты и выводы десеркционной работы могут быть рекомендованы в федеральном дни рыбного хозяйства, имеющем соответствующую материально-техническую базу, а также хозяйцам, занимающимся искусственным воспроизводством молодых промыслов и спозвоночных. Ну и, естественно, есть небольшие замечания. Замечания о десеркционной работе. Название работы нуждается в уточнении. Десятиногий ракообразный, довольно обширный отряд, более 10 тысяч современных видов, включающих самые разные жительные формы. И изучить его особенности всего на двух видах, любых, не представляется возможным. Например, можно сразу предположить, что динамика питания молодые лишних раков вводит совершенно иной, так как они не имеют лавдонных причинок. С другой стороны, видно, что в работе изучалась не только динамика, но и другие аспекты питания выбранных видов. Второе. Работа неоднозначно структурирована. Причем авторитерация сражает эту структуру лишь частично. Так, обсуждение результатов и следований, выглавления и тексты работы фигурирует как глава 4, но в тексте просто как обсуждение. А в авторитерате описана глава 3, результаты и обсуждения. Далее заключение. Так называемый анализ общей загоноверности питания вести многих раковратах. Выглавление названо как глава 5, но ни в тексте диссертации, ни в авторитерате эта глава не названа. Поэтому антиреферат формально реферирует только 3 главы спецы. Третье. Суточные рационы личинок и молотки камчатского краба определены формально. С большой точностью, например, 0,56 калорий или 0,58 и тому подобное. При этом нигде не говорится о величине и разбросе этого рациона. И только на приводимых хоккеограммах можно заметить, что этот разброс довольно велик. Величина калорий составляет около 50% стремления и фенерациона. Такое угольное обращение со статистикой не всегда запустимо в работах, имеющих практическое значение. Заключение. В целом диссертация написана данным. Логично. Хорошо наполнена фактическими данными. Следует особо отметить, что в конце каждой главы автор дает краткое обобщение, что очень было приятно это устремление материала. Материалы, представленные автором, вполне репрезентативны, что позволяет прийти к заключению о достоверности положенных результатов и обоснованности сделанных выборов. Разработанные автором и успешно применяемые методики кормления десятилетных ракобратов позволяют оценить работу как перспективную. Сделанные замечания не снижают общей высокой оценки диссертационной работы. Автор диссертации относительно адекватно отражается держание диссертации. Основные результаты работы отражены восьми муклеформных соискателям работы, из которых пять входят в перечень издателей рекомендованных ВАГ и один патент РФ. Российская Федерация, извините. Диссертационная работа Натальи Владимировна Гряхова по актуальности на ВИЗМИ научно-фактической значимости в полном мире отвечает требованиям, изложенным в пункте 7 положения порядка присуждения ученых людей в постановлении правительства РФ номер 74 от 30.01.2002 в редакции в постановлении правительства РФ от 20.02.2011 номер 475 в предъявляемом диссертации на соискание ученых степени кандидата наук. А ее автор Кряхова Наталья Владимировна Грязь заслуживает присуждение ученых степени кандидата биологических наук по специальности на 3.0.2.10 в гибробиологии. От отзыв заглушен, обсужден, неодобрен на заседании кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ именно Ломоносова протокол 265 от 19 ноября 2013 года. Вопросы сейчас, как, так сказать, будет включить славу или потом, когда я засчитываю все вот это, рефературу? Может быть, 6, а потом, дочеряю. Ответ, а потом. От вас зависит. От вас зависит. От 6. 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 Я искренне признаю специализму практики метрологии по способу университет Миломаушска, потому что они взяли для себя тут прочитать данную работу и высказать целые замечания. Хотелось бы на них ответить. Стена элекопазная, это отряд, висит отряд, включающий большую количество видов, некоторые из них не имеют влачного отличия, однако всем им, как и всем представителям данного отряда, строится такое явление, как клиния, влияние которой сказывается на питание. По этой причине положенные данные могут относиться ко всем стены элекопазным. Отличая на замечание о неоднозначности структуры работы, могу сказать, что в автореферате есть все разделы, имеющиеся в самой диссертации, однако в результате литературской литературы, как уже было сказано ранее, глава результата обсуждения в автореферате сгруппированы вместе, а глава анализа общества на медицине и инфекционированы. Как отличено возле данные о аналитической ценности суточных и различных регуляционных причин экономики Камчатского права, приведены без стандартных уклонений. А данные о аналитической ценности получены при пересчете количества средних и различных регуляционных приборов за сутки на область артемии, используя инициативные данные о аналитической ценности данного. Спасибо. Разрешите засчитать сводку таких отзывов, которые пришли на автореферате. Наш на рефератах был разрослым на 57 адресов. Поступило 10 отзывов. Все отзывы положительные. В 7 отзывах нет замечаний, а в 2х имеются замечания. На них ясно наносит похоже. Расскажу, от кого пришли отзывы без замечаний. Первый отзыв пришел от руководителя Центра армокультуры и приближенных биоресурсов Института биологии Молина и Невоточного отделения РАН и кандидата биологических наук Масминова Сергея Ивановича. От заведующего лабораторией промыслов безпозвоночных Госрабцентра доктора биологических наук Литиненко Людмила Езюничкина. От профессора кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Ингела Моносова доктора биологических наук Филенко Олега Федоровича. Далее пришел отзывы Всероссийского научно-исследовательного института и революционного рыбоводства РАН подписанный на лаборатории речных раков кандидата биологических наук Александровой Еленой Николаевной. От заместителя директора по научной работе в ГУП ОЗНИР кандидата биологических наук Мерзаян Арсена Вячеславовича. От директора ГУП Магадан НЕУК Кандидата биологических наук Марченко Сергея Леонидовича. От доцептора кафедры пчеловоды рыбоводства Российского государственного университета МСХ им. Сибирязева кандидата биологических наук Устаева Сергея Борисовича. В трех отзывах имеются замечания. Так, в отзыве от заместителя директора ГУП ОЗНИР Доктора биологических наук Архипова Александра Геральдовича. В его воззыве указывается, что акцентированно не выделена теоретическая значимость работы. Не дано определений и существенных различий личиночной стадии и молодей вестиногих ракообразных. В автореферате конкретно рассматриваются первые три главы, а глава 4 и 5 под заголовками не выделены. В автореферате пользуются таблицы 1 и идет таблица 3. В работе имеется ряд теоретических источников. Следующий отзыв, который имеет замечание, пришел от заведующего кафера и аквакультуры ФГУ, ВТО, Калининградский государственный технический университет, а доктор биологических наук профессора Терпулина Динамия Георгиевича. В своем отзыве он указал, что в списке работ, опубликованных по теме диссертации, не следовало проводить еще неопубликованные статьи, находящиеся в печати. Ну и замечание во второй странице автореферата в билет в год имя ученого секретаря. В возле пришедшем с кафедры децентрализации нейтрологии и технологии производства продукции университета Российского университета друг с народом, подписанного кандидата биологических наук доцентом Романовым Евгением Сергеевичем, указано следующее отзывание. В автореферате указана калорийность комбикарнов, хотя в выводе перед диссертацией приводится суточная энергетическая ценность рациона. На странице 11 автореферата указано, что в исследованиях использовались разные варианты комбикарнов, но выводы по результатам их применения отсутствуют. На странице 14-20 автореферата отмечено, что продолжительность переваривания пищи зависит от нескольких факторов, в том числе и температуры средиобитания, но данные о воздействии это факторно изучаемые объекты отсутствуют. На странице 18-20 автореферата используется термин «величина суточного рациона», хотя в данном случае правильным является термин «потребление пищи». Ну, это всего три было маленьких замечания, и еще раз подчеркну все отзывы положительные. У меня все. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. поблагодарить всех, кто взял этот год, ознакомился с моей работой и высказали ценные замечания. С большинством высказанных замечаний я согласна с компонентами работами, и хотелось бы ответить на основные на остальные вопросы. На замечания возле Оргипова Александра Геральевича могу сказать, что у многих видов в данном отряде существует множество особенностей в движении этого цифра целого и отдельных статических частей. Подробное описание заняло бы очень большим объемом, причине в работе она отсутствует, а жизненный цикл сидит в этом объекте и кратко его сами в стадии развития в работе приведены. В отличие от замечаний Романа Галифа Леонидовича хотелось бы отметить, что в диссертате приводится к ловине стопы среднесуточных процентов, поскольку на нынешнем выразить более универсальное значение, чем количество молодых. Текст из этой диссертации признат от принципа химического состава крови кормов, которые можно использовать для сравнения. В тексте от реферата не приведены условия использования кроме кормов, а сколько по нашим результатам они уступают кормам в основе строгоночных по всем показателям. В диссертации результаты отсутствуют, присутствуют. Указанная зависимость проговорительность переваривания хищи от температуры среды сделают настои, полученные в работе данные, а также анализы литературных источников, и не являются результатом отдельных мероприятий. Термин среднесуточный рацион во многих работах употребляется в двух значениях – набор кормовых составляющих и количеством кормов. При использовании термина речена суточного рациона речь идет именно о количестве. Спасибо. Так. В течение предложения сделать технический перерыв? Да. Это, наверное, будет лишь 15 лет. Сейчас, да. И, пожалуйста, не опаздывайте, так как время ваше. А что, коллеги? Давайте продолжим. Сейчас у нас дарят повестки наступление первого движительного движения. Сему родинку в трибуру? Или нет, короче? Ну, не даряю, не даряю, не даряю. Нет, гостиника, но не коллеги. Надо и стараться. Уважаемые гостиники, у меня коллеги. Не спустя. Уважаемые гостиники, Уважаемые члены диссерпционного совета, гости. Разработка теоретических основ гидробиологии происходит постоянно, далеко не завершена. В действительности ставят исследователи все новые и новые вопросы. Это относится к познанию биологических особенностей строения и образа жизни гидробиотов, особенно в хозяйственных ценных видах, считая беспозвоночных. Десятиногие кообразы как раз являются такими видами. В первую очередь, многие из них, конечно, объекты промысла, многих искусственного производства и выращивания, особенно в индустриальных условиях. Хотя и осуществляется успешно в обеих Америках и в Восточной Англии, очевидно, еще требуют дополнительных и немалых усилий ученых. В первую очередь, это справедливо для холоднородных видов, например, Камчанского крала, в отношении искусственного разведения которого сейчас Россия находится среди лидеров. И это несмотря на то, что первыми в Евразии данными работами стали заниматься японские ученые еще в 1971 году. К настоящему времени на двух японских исследовательских центрах, в институте рыбоводства в городе Нью-Мора и рыбоводном исследовательском центре в городе Акиси при Японской ассоциации морского рыбоводства уже созданы промышленные технологии разведения Камчанского крала. Однако, каждый из нас представляет, что публикации и ноу-хау — это не разные вещи, и не все можно подчеркнуть из статей. Не могу не напомнить, что исследования японских ученых в начале проводились в своем планете общественного и научного скепсиса. Мне лично еще в середине 90-х годов прошлого века приходилось слышать много нелестного об этих японских работах. Молоченые развлекаются, а спрос на продукцию обеспечивает промысел, и все это лишь игрушки для развития рыбоводства. Однако именно в Нью-Мора уже в 1996 году в искусственных условиях было получено 200 тысяч личинок Камчатского крала, и часть из них — дорожные длины до массовых программ. То есть, проходят годы, и оказывается, что науке свойственны предвидения. Промысел, экономика, бизнес, социальные запросы — это подтверждает. Как видим, на разработку биологических основ хозяйственного использования традиционных или новых, восстановленных и деликатесных объектов авокультуры уходит десятилетия. Впоследствии, когда естественные запасы объекта промысла исчерпываются, а потребности этого не расставят, а продукты, что как раз уже в науке имеются готовые технологии. Ярким примером этого, я напомню, являются новые народные осетров — Бурцевское, Аксайское, Мировское, создание которых вначале также не считали актуальным. Однако в настоящее время они в связи с практическим состоянием численности этих видов востребованы на индустриальную культуре. Все это в полной мере относится к крабам и креветам, особенно в связи с тем, что этот кластер актуальной культуры, марикультуры, приучная стабилизация рыболовной части развивается сейчас очень примитивно. Здесь следует подчеркнуть, что если рыболовное развивание почти 200 лет, по разводению врача не у него и ракообразно практически в начале пути. Однако лента в мировой те исследования необычайно высока. Все лучшее дожное позволяет считать, что наручное исследование Натальи Владимировны Триаховой, посвященное познанию особенностей трофологии тамчанского краба и гигантской песноводой креветки, выхраненного генезий, для целей актуальной культуры ракообразно является несомненно и своевременным, и актуальным. Диституционная работа, изложенная на 122 страницах текста, состоит из введений 5-6 выводов, фактических рекомендаций, состоящих из 5-8 в списке литературы. Список литературы включает 189 источников, в том числе 69 отечественных и 130 иностранных авторов. Большое число ссылок на зарубежных авторах считают правдами, именно их приоритетами по тому иного аспекта рассматриваемых правдин. В автореферате, кроме этого, приведет список 9 публикаций диссертанции. Как замечание, я отвечу, что 2 статьи из данного списка еще находятся в печати, их не принято включать в список уже об университетных работ. Но и без них у автора диссертации широко остается 6 публикаций, в том числе 4 статьи переводики из рекомендационного списка власть, а также 1 отель. В соответствии с квалификационными требованиями этого более чем так. Активизируя структуру и содержание консультации, традиционного введения, автором обоснованной актуальности проведенного исследования, сформулированной цель, задачи работы и основные положения, выносимые на защиту. Акцентированные элементы научной новизны, обозванного практического значения полученных консультаций, перечислены с 7 научных форм, форму, на которой мы работаем все акробации, а также число комплекции, обозванного множества. Глава 1 является обзорной терапией, ее объем 20 страниц. Она иллюстрирована в четырьмя рисунками и имеет одну консультацию. В этой главе приобретение по разным вопросам биологии жизненного цикла, в их числе, кратко характеристик двух объектов исследования, Камчатского края и Великанских основных репетий, строение пищеварительной системы доказательств, характеристика объектов питания, объекты исследования, генеральной стали, грузиньи, тесла, афтологию, следение об особенностях, гниги, пищевой активности, рационов, описание ненавианной эмоции. Данная глава, наверное, демонстрирует упражнение авторов специальной диссертуры по проблемам, по проблемам и следствия, и определяет круг обсуждений и порочных диссертаций. Глава 2. Материал и методика исследований. 20 страниц текста, 6 там есть 5 рисунков. Описаны все использования авторам, бакалориальных и присутствующих условий подхода и методики необходимых исследований. Будучи недавно оппонентным другой диссертатурой, мы отметили в своем отзыве, что практически все диссертаты названия этой главы с главой методика пишут в единственном числе, тогда как, как правило, использованный для методик вниз, это относится к настоящей работе. В текст этой главы помещена таблица, транспортирующая объемы среднего материала, дана схема установки западного водообеспечения, приведены основные характеристики в двух базовых мастерских комплексах, описанные условия проведения эксперимента. Глава весьма подробная, что на мой взгляд оправдана разногласно на сферах. В качестве замечания указаны язвачные термины писали, согласно системе СИИ, вместо веза используют слово «масса». Этот термин обнаруживается в таблица 2, диссертация на странице 32 и соответствующий ей таблица 1, авторефирата и геотеррии на странице 6, а также в главной разделе на странице 6. Чего желать им было бы сформулировать более корректно, например, методик обнаружения размера массы. Результаты обсуждения диссертации разделены в ряд умеренной главы 3 и 4, тогда как в актере праздник по геологии возможно приотказать в сферах. Глава 3 демонстрирует основные результаты, проведенные акт, проведенных акт на странице 3 и имеет 5 раздел. 1. Рецидентархия питания. 2. Подбор оптимального форма для ранних стадий развития Камчатского права. 3. Пищевая активность Камчатского права на родных странах развития. 4. Продолжительность принимаемых годов. 5. Динамика пищевой активности и пересвязь с единичным циклом. Эта глава занимает лица для страницы, хорошо проинвестирована, подвестивала семью рисунками и антокомбийцами. Из текста и без слуха следует, что полученные данные, полученные и обработанные статистические числи. С удовлетворением отлично, большой объем разношается на инфекциональной работе в уголовном направлении в разных условиях, в том числе и на пункте прежде производственных комплексов, один на валенном центре, другой в прямой, находящийся в противоположном контакте нашей огромной темы. Эксперименты проведены с необходимым числом по 40, что свидетельствует о воспроизводимости, о следовательном и достоверности полученных цифров. В качестве замечания отмечу, что эта глава диссертации начинается на странице 50, тогда как оглавление диссертации обозначает страницу 50. На странице 68 имеется фраза «Суточные рационы Кавчатского грамма составляют 40 калорий. Это не рацион, а его энергетическое целое. Возможно, это редакционная неточность, так как выручить три, написанную правильно». Заслуживает похвалы часть диссертации, посвященной изучению особенностей линьки в Кавчатского грамма на странице 77-80. Здесь диссертация проведена черной связи между структурой и функцией пищеводовательного аппарата со мной стороны и прессивного поведения судьбой. Описание и визуально демонстрация строения Максиловой на 3-й и 4-й статей Азарея политизируют реагностику к предпочтному отбору. Вышка высказала, к сожалению, что эта часть работы не нашла отражения угроза, а в идее, посвященном теме, хорошо проинвестируемый раздел будет дошеться в свое отражение и в авторопераде страницы 17-19. В главе 4 приведено обсуждение полученных результатов, которые в группе с детством доказывают обоснованность сформулированного автором. Завершать диссертацию текста под названием «Анализ общих законнаний обвести знаменитых данных контрастов», обозначили нам в главу 5 только в уголовном виде. В диссертации слова «глава нет», а заглавие в отличие от следующей главы запечатлено срочным текстом. В этой главе на взятном виде подвижен траткий теоретический итог про неудобно в ее исследовании. Выводы диссертации соответствуют постановленным задачам. Фактические диссертации отражают предполагающие начнутся в правильной работе. Все полученные диссертации достаточно полноотвержены в ее публикациях, прошли оправацию на отечественных и международных конференциях. А в приеме диссертации отражают ее завершения. Из замечаний, и в текстах, в ромбахах, в храме отмечен нарушение нумерации таблиц смотрите границы 6 и в ромбахах. Кроме этого, как в любой работе, представленные диссертации в золотой эфирате имеют замечательные инвестиционные сочеты, особенно списки теоретиков, что в целом привлекает на общую высоту отражающую сетку. В заключении можно наскортировать, что диссертационному совету представлены самостоятельные инвестиционные сочеты на актуальную тему, имеющие в меру наушной визны и практически признательные. Оно отвечает требованиям положения в рак о порядке присуждения ученых степеней предъявляемых кандидатскими диссертациями. А его автор, приоритетная Наталья Владимировна, безусловно, заслуживает присуждение искомой ученой степени кандидата мировоззрительных народ по специальности 03-02-10 мировоззрительных. Продолжение следует... Продолжение следует... Количество калорий означает обеспечить энергетическую ценность рационной. И именно так написано в выводах о указанном оппонентном замечании действительно является реабилитационной недочностью. С остальными замечаниями высказанными оппонентами я полностью согласна в результате 400 тысяч работ. Спасибо. Спасибо. Пора понять, пожалуйста. Прошу. Добрый день. Рожаевский Александр Владимирович. Спасибо. В настоящее время от любого производства мореподуктов не тряется большой урок. Происходит как наращение огромного производства так и увеличение спектрокультивируемых объектов безпозвоночника, в том числе и дикаплод. Как правило, это обитатели теплых морских и грязных вод, но в последние годы ведутся работы по культивированию полонародных патриотазов, в том числе кончатского газа. Одним из самых важных приметов биотехники культивирования является кормление, а ранняя стадия антигенеза это наиболее увезнимый этап жизненного цифра, тем более, что дикаплодов прибытии открывают комплекс изменений, связанных в первую очередь с синхронной десменности по питанию. Изучение пищевого поведения качественного конечного состава рационного ракообразного на разных стадиях развития посвящено достаточно много но в большинстве случаев подмене распадываются изменения этих процессов антигенеза, а также отмечают аскетку питания в более взрослых стадий, чем ничьичь. Для исследования были выбраны два объекта в Камчатских ТАЦ и гигантская пресноводная территория. С одной стороны, они поступили для развития мая культуры, имеют сходные жизненные цифры, включающие фронтонную личностную стадию и степень ковровых объектов обводят в этот территорию сходов. В другой стороны, они сильно различаются с переговорами и географическими состранениями. Использование в качестве моделей ковритов позволяет мы утримить некоторые общие изхранения динамика питания многих коврадов на радио стадия, хотя перспективное внимание уделено обчастным этапом. Дисситация о том, что 20-й страниц таких идей «Текла» стал главы вывода благодатных и естественной литературы. Всего с 89. Источник отреди существенных иностранных языков, а там включают 8 коврит и 58 и так далее. В подъеме исследования публиковано 8 ковротом в числе 5 работ с 2 коврит патент ДРМ. Результаты исследований докладывая себя обеспокоились на многочисленных международных научных инфекций, но в полных текстах докладывая почему-то не вошлись в список публикаций. Я так немного отключусь в период совмещания предыдущего оппонента и что пришло работа с данными в печать как бы нельзя включать в список. Я, честно говоря, первый раз слышу вы себе там включаю. Что идет новый правил введение автором включены традиционные для этого разделы позиций, такие как актуальность по первой цели, задачи работы, научно-ритрическая значимость и другие. Вся нескомулированная четко и ясно и не вызывают сомнения. Также кратко описываются особенности антигенетского камчатского права, гигантской переверки и их образов. Далее исследуют глава из-за первой названной автор литературы, хотя его можно было какое-то лицо передать в связи к теме. Для биологических характеристик исследуемых видов строения пищеварительного тарка и механизма литературы. Рассматриваются опубликованные данные о литературном питании и декор. Обобщаются имеющиеся в литературе исследения речне срочно-креционно- гигантской основной переверки в литературе и томаром спектре этого вида на всех этапах исследований отмечает что для причинок обчатского ка воскресенье увеличение динамит источных профессионов оптимальны кроме отсутствия. И также обобщаются динамит питания и динамит в целом. В литературе записываются разнообразные эксперименты проводившиеся для изучения особенностей питания литературной статики подбором и более пригодной используемой лабораторной обороны. Детературно ясно что подошел к работе скрупулезной методичной работой хотя бы то что эксперименты проводились в течение девяти лет и были весьма гарнообразны. Я полностью согласен скрупулезной методичной работой и я поступлю в список в отдел способности. Далее исследуем две главные слова с нормальным названием «Результаты исследования и оттурдения исследования». Постольное по единому плану с подбором «Результатовное питание», «Подбор оптимального хора», «Пищевая активность» и так далее. В общем, также построены глава материала «Меда». Результативно говоря, описано, что у личинок гигантской переставодной переведки на стадии 0-1 имеет место «Результатовное питание», а у личинок обчатского крова оно отсутствует. Оптимальный форму личинок обчатского крова содержит искусственных условий, управляющихся науке артемии и потребление «Результатовное питание» Я обоснованно с учетом того, что работа имеет в первую очередь предплатные значения. Теперь замечания. Тут я не буду говорить о многих случаях. По содержательности в составе участия у меня замечаний нет. Работа очень понятная, направленная на выполнение конкретной поставленной задачи. Четко выполненная. При этом он попытается оследить общеперологические загонометности. То есть не ограничено столько предплатной задачи. Кроме того, она из-на подавилкой, где будет большой шоколадность и сконцентрированность. Но что мне очень понравилось, что это подача материалов. Как я уже отмечал выше, работа формально построена по форматам статьи. Здесь два материала, методика, результаты. Я пока что не говорю так, как дела, статья. И, собственно, все это развитие на подглавы с техническими именователями. Для именователями сокровенное питание, подбор оптимальных форм и так далее. Во-первых, я хотел в материалах методов исследовать обновать соответствии с логическим подходом. Или хотя бы назвать по-другому. Потому что, когда читаешь пост-оглавление, в первой паре, что это за материалы или методы исследования? Какие статурные питания? То есть, как-то несколько экспериментов по изучению статурного питания, как бы так. А остальные же дебровые, на мой взгляд, все будут дать по структуре монографии. То есть, все теоретические названия подглав делают названия не главы. Может, некоторые объединены вместе. И в каждой из которых были бы результаты обсуждения по данному разделу. Потому что при таком объеме разнократного материала, читать это в разделе, сначала все результаты, потом все обсуждения, очень трудно. Такое, скажем так, соощадство. Это неудобно. Ну, кроме того, непонятно, почему археерализовать базы. Ну, сейчас уже понятно. А результаты обсуждения введены в одну. Вот. Ну, на мой взгляд это достаточно недоразумение. И, несмотря на него, содержание археерата хорошо и кому отражает содержание само диссертациях. Хотя есть такой формальный несосвестный. Скажем, мне не страшно. Теперь название, пожалуйста. Во-первых, после десятилетия раке необходимо дать указание на космическую принадлежность воды. Диссертация дохода. Во-вторых, название все-таки более общее, чем содержание работы. Его следовало конкретизировать. Указание применения каких видов проводилось исследование. Пускай это сильно удивило его, но это было бы его более соответствовало содержанию. Вот. И поскольку литературных данных для трудностей мало, и хотя правее возможности травмой, это вообще не имеющее спиденье, этого вообще не явно недостаточно заявленного названия. Потому что оно с лишним общее, а работа более... Вот. Так же, непонятно, что не процитирована работа Павлова по питанию нового камчатского права, по покупанному логическому журнале. Я процитировал только предшествующие и каждое сообщение в докладах Павлова. Хотя на этом месте кто-то за... ...вашей работе. В целом, несмотря на сложное замечание, связанное исключительно с формой подачи материала, в котором является грамотным самостоятельным исследованием. имеет незначительные опечатки, расширки. Но в целом, несмотря на хорошую и понятную языку, без таких самых непонятных опечаток, у меня показалось, почему теоретическое название «Доливный Восток», слово «Восток» берется в кавычки. Это было в основном для экзитации. «Товарищи биостанции...» Кто там? Это уже заявил о словах. Теоретическое правительство писать. Условить поэтому, князь, за предыдущим заключению, несмотря на основное замечание, дискуссионная работа, особенность динамики питания десяти ноги сахарпанта, а именно для динамики, специальности и внутренней водительской биологии, соответствует тем, что мы предъявляемым кандидатским экзитациям в данном злошном пункте «Уважение и правительство присуждения счетов с детьми» Министерство образования науки и регистрационных постановителей Корейского Российской Федерации 30-го января 2022 года, номер 74. Ословить 5,5 Наталья Владимировна заслуживает присуждение ученых с детьми и кандидата биологических наук. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Я могу признать Александру Владимировичу за то, что работа была тщательно просчитана. Сделано небольшое качество замечаний. Очень приятно, что смысловой части их нет. А с замечанием технической части я абсолютно согласна. На замечание насчет структуры работы я мне давала ответ. Хотелось бы повториться, что в принципе все разделы соответствуют. Разделы на ситуацию. Добрый сгруппировал, Даниловский, Даниловский и Даниловский прав. Вместе. Спасибо. 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 Спасибо, товарищи коллеги. В преступных обсуждениях. Кто хотел бы вычислить сравнение? Пожалуйста. Такое. В последний раз. Стана Мель. Ну, коллеги. Значит... Спор вот, а я хотел бы издалека начать, кто... Еще, что такое вот, кандидатская работа. Ну, на мой взгляд, это тут два момента альтернативных. альтернативных, и надо, в общем-то, достаточно известные факты, ну что-то добавить, осмыслить так, как никто для тебя не осмыслит. Или же найти предмет, с которым никто не сможет, кроме тебя, работать. И в тарах, конечно, намного цель нет, это востребование, это ревесло, это, в общем-то, однозначно указывает, что у человека может работать самостоятельно. Ну, в данном случае, конечно, здесь второй случай, второй вариант, я это могу сказать, как работавший когда-то с личинками, знаете, публикацией, то есть, ну, насколько это, ну, очень сложно работать, это действительно ревесло. Вот. Ну, и, в общем-то, вот этот выбор, который был сделан, он, безусловно, влияет и на работу. Вот какое у меня ощущение от этой работы. Вот есть ощущение вот какой-то ниши, вот когда вот я читал, как реферанты, с англаком, вот есть ниши, вот какое-то вот, такое абсолютное непересечение с другими работами, ну, не возникают у меня вопроса, а вот это же вот как сделано. Тем более, что через вот эту лабораторию для коленопедов прошло довольно много вот этого ощущающихся, вот у меня такого вопроса не возникало. Вот. И, ну, и, в общем-то, что еще? Вот за достаточно, ну, на мой взгляд, все-таки громоздкое название работы, в общем-то, скрывается вот то, что Владимир Александрович Свежников, капец, называл концепцией. В общем-то, концепция достаточно простая, питание лечит как-то, вот ее так можно сформулировать, вот она верна, эта концепция. Ну, в общем-то, как он тоже говорил, в одном смысле, есть концепция, то, в общем-то, это у меня половина докупств, это работа. Ну, ну, в общем-то, я, конечно, буду голосовать за, как меня слышали, вы не знаете, в самом деле. Спасибо. Пожалуйста. Я позволю себе подержать все-таки замечания, которые высказал, ну, высказал на возове ведущей организации. Просто по моему представлению, название «Динамика питания» здесь и многих ракообразных, должно быть вот такой толщиной труд, в котором разобрано 10, 15, 20 видов, и все подробно описано. Здесь же, в данном случае, можно было бы назвать частные случаи «Динамики» на примере двух видов. Ну, частные случаи были не очень красивы, а просто было бы естественней, если бы это было сказано, просто бывает, динамика питания, это будет более так точно. А вот тогда, во всем остальном, по-моему, это очень такая добротная, хорошая, квалифицированная работа, полностью отвечающая требования к бюджетным диссертациям. Спасибо. Еще, пожалуйста, обойтись. Нежелающий. Куда? А? Да, ну, я, пожалуй, подытожу. Сказал, что действительно, правда, вообще такая, так сказать, хорошая условия, она, 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 что, стоит, что обе немножко, от того, что делается, касается таких видов, которые у нас, ну, получается, и так часто, и так много. Ну, мне хотелось бы привести к главы, к качеству, дать беседественные замечания. Ну, первое, это действительно, то, что надо бы сказать, что с двух видов, причем с видов, которые являются несколько различными, как по месту обитания, так и по обменным процессам. И по работе, как и кран выделяется, достаточно много внимания, к примерке меньше. Причем, мне казалось, что если замахнулись, а то, чтобы сравнить, вот, скажем, скорость переваривания и субчиненционная, то надо было просто пройти дальше и уже высчитать, посмотреть, а сколько ест кран при его сворачивании, сколько креветка. А потом уже все можно привести к различным составляющим, потому что, если все избирать правы, то здесь очень интересно, так как, скажем, ну, правда, и не вращиваем, потому что, конечно, в кристалл, например, я как раз убежать, что не нравится. Ну, а сразу, что у нас, значит, если он вращается, то еще делать небольшое количество и посчитать, конечно, хотелось бы, что действительно будет стоить в разных способах кормления, учитывая его переваривость и его смертность во время выращивания. Вот. Это такие звучания, но они больше рекомендации характера, чем, будем говорить, характер полицейский, как мы будем. Ну, а то еще только качество. Вот я сказала, что Наталья Владимировна дизайнер, она может там хорошо представить. Мне кажется, что вы зря стоите во втором варианте презентации, потому что он достаточно скучный получился, и нигде не видно, что это такие прекрасные виды, которые можно показать, действительно, начать было с того, что это такое, действительно, потому что народ должен знать, что они только в баночках, вот, и то баночки очень дорого стоят, им бегать от них. А если бы показали товарные цепки, эти различины, это было бы очень интересно. Так что спасибо, я тоже буду с вами знать. Так. Больше нет комментариев? Так, товарищ Вячеслав, мне необходимо выбрать первую комиссию для голосования. У меня есть предложение. Курдицов, Виктор Владимирович. Тогда, Александр Николаевич, Кучепанова, Виктория Ашкин. Пожалуйста. Кто за? Против нет? Поддержавшийся нет. Прошу комиссию приступить. Присоцирование. 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 Я тебе сказала, что пусто. Добавил субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует... 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 Считайте. Раз, два, три, четыре, пять, швейцезе. Они не участвовали в этом салоне. Они не участвовали в этом салоне. А ты, а Марина, да не участвовали в этом салоне. Все. Попробуем. Розы полетели. Считайте. Розы полетели. Ну, это старт. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...